Здесь были представлены различные программы и проекты по патриотическому воспитанию, которые реализуются в городах участников фестиваля. Актуальные проблемы в этом вопросе и опыт работы с молодежью обсудили представители 10 городов воинской славы и городов-героев. Волгограда, Смоленска, Пскова, Кронштадта, Твери, Луги, Архангельска, Анапы, Курска и Белгорода. Мы не смогли непосредственно сами прибыть в Архангельск, потому что у нас в городе в данные дни к концу месячника обороны массовой военно-патриотической работы проводится большое количество мероприятий. В формате видеоконференции у нас все получится. И тот опыт, который есть у Архангельска, мы возьмем и поделимся своим. Руководитель Центра патриотического воспитания Ратмир Максим Пронин рассказал об организации работы с молодежью Анапы. С городом воинской славы связаны имена 90 героев Советского Союза и 5 героев России. В городе-курорте действует 26 военно-патриотических клубов и объединений. Активно работает поисковый отряд Черномор. Молодежь участвует в акции «Наша общая победа», направленной на недопущение фальсификации истории Великой Отечественной войны. Накануне 70-летия победы в Анапе в 11-й раз пройдет десант славы – мероприятие, ставшее общим для муниципалитетов Краснодарского края.